Древние риблины чистили зубы высушенными и измельченными мозгами мышей вместо зубной пасты. С вами профессор Гуглов и мы начинаем. Поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть тысячу рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель! Вы думаете, раз эпоха Великих Географических Открытий миновала, то каждый клочок Земли исследован, и белых пятен на карте мира больше не осталось? Как бы не так. На Земле есть немало мест, где не ступала нога человека, и в этом видео я расскажу о десяти из них. Республика Саха, Якутия. Площадь Республики Саха 3083 километров. Это равно примерно 20% площади России или всей территории Индии. Большая часть республики, численность которой равна всего 1 миллион человек, располагается за Северным Полярным Кругом. Не каждый турист решится сюда отправиться, ведь средняя температура минус 40 градусов Цельсия. А большая часть территории покрыта вечной мерзлотой, которая не тает даже летом. Вале-Даяваре, Бразилия. Вале-Даяваре – это название, расположенное в лесах Амазонии резервации, которая по размеру может сравниться с территорией Португалии. В этом месте, где не ступала нога цивилизованного человека, проживает по меньшей мере 14 изолированных племен. Это примерно 3000 человек, ни один из которых никогда не видел ни машину, ни колесо. Туземцы были обнаружены совсем недавно. Индейцев снимали с самолета, чтобы не нарушать их уклад жизни попытками вступить в контакт. Сейчас правительство Бразилии придерживается политики невмешательства и заботится о том, чтобы на территории индейцев никто не вторгался, защищая их автономность. Марианская впадина Марианская впадина – самая глубокая точка нашей планеты. Расположена впадина на западе Тихого океана, рядом с Марианским островом. Самая глубокая точка Марианской впадины – бездна Челленджера. Ее длина составляет 10994 метра. Для сравнения, если опустить в бездну Челленджера гору Эверест, то ей не хватит полутора километров, чтобы достичь уровня поверхности воды. Единственными обитателями Марианской впадины являются ксеноформы – странные одноклеточные организмы, которые питаются содержащимися в морской воде минералами. А еще в ней обитают огромные морские чудовища. Ученые пока отрицают этот факт, но настанет день, когда они будут вынуждены его признать. Любопытный факт. В 2009 году президент США Джордж Буш подписал закон, по которому Марианская впадина была признана национальным памятником. Канкар-Пунсум Канкар-Пунсум – гора в Бутане, являющаяся его наивысшей точкой. В переводе название горы звучит как «белый пик трех духовных братьев». Имея высоту над уровнем моря 7570 метров и относительную высоту около 2 990 метров и занимая 40-ое место в списке самых высоких гор в мире, Канкар-Пунсум является наивысшей непокоренной вершиной в мире. В 1985-86 годах четыре разных группы предприняли попытки покорить гору, но из-за плохих погодных условий им этого сделать не удалось. Если после просмотра этого видео у вас возникнет желание стать первопокорителем Канкар-Пунсум, то спешу вас разочаровать. В 1994 году правительство страны запретило восхождение на горы высотой более 6000 метров из уважения к местной вере, которая оберегает обитающих на горе духов, а в 2003 году альпинизм был полностью запрещен. Правда, при желании вы всегда можете приблизиться к горе, разумеется, при условии, что у вас есть разрешение от бутанских властей. Горы Джаявиджая Горы Джаявиджая – это протяженный горный хребет, который находится в Папуа-Новое Гвинея и тянется от границы с Индонезией до расположенного по соседству хребта Гинденбург. Главной достопримечательностью этого хребта является стена Гинденбурга – известняковая гора, поднимающаяся выше километра и переходящая в огромное плато, где высоко над землей существуют нетронутые человеком экосистемы. Эти экосистемы являются домом для уникальных видов животных. Согласно научным исследованиям, в горах Джаявиджая проживает примерно 11 тысяч видов животных и 100 из них встречаются только здесь. Кроме того, это место является самым мокрым в мире. В год здесь выпадает до 10 тысяч миллиметров осадков. Синоты полуострова Юкатан Синоты – это обширная сеть пещер, которые представляют собой естественные провалы, образованные от обрушивания сводов известняковых пещер, в которых протекают подземные воды. Находятся синоты на полуострове Юкатан. Синоты, как и пещера в целом, сегодня являются самыми неизведанными местами на Земле. И это неудивительно, ведь синоты заполнены водой, поэтому их очень трудно исследовать. А еще эти пещеры знамениты тем, что в древности майя использовали их в качестве места для жертвоприношений. Заповедник Цинджи-Дюбимараха Заповедник Цинджи-Дюбимараха расположен на Мадагаскаре. Он был создан в 1927 году на западном побережье острова для охраны уникальных карстовых ландшафтов и различных видов лемуров и инбри. Название заповедника Цинджи в переводе означает «там, где нельзя ходить босиком». Так на Малагасийском называются встречающиеся на острове, испощренные вертикальными бороздами, известняковые скалы, которые образуют самый настоящий каменный лес. Возможно, вам уже знакомо это место. Его можно увидеть в игре «Цивилизация 4». Гренландия Гренландия – одно из немногих мест на планете, где почти нет следов человеческой деятельности. Все потому, что площадь острова, равная 2 миллионам, 130 тысячам, 800 квадратных километров, на 80% покрыта льдом. В некоторых местах толщина льда достигает 3300 метров. Свободная от этого холодного панциря территория здесь всего лишь около 341 тысячи квадратных километров. Население, численность которой равна 58 тысячам человек, обитает в основном на юго-западном побережье острова, единственной зоне, хорошо защищенной от холодных ветров и покрытой пышной растительностью. Пустыня Набиб Название «Намиб» означает «место, где ничего нет». Пустыня чрезвычайно сухая. В среднем в год здесь выпадает 10-13 миллиметров осадков. И, за исключением нескольких прибережных городов, практически необитаемо. Намиб считается самой древней пустыней в мире. Пустынные или полупустынные условия существуют здесь беспрерывно уже на протяжении 80 миллионов лет. То есть пустыня образовывалась еще во времена динозавров. Северный Сентинельский остров Северный Сентинельский остров находится к западу от южной части Южного Амдамана и имеет площадь 72 тысячи квадратных километров. Он занимает место в моем списке, потому что является местом проживания племени сентинельцев. Сентинельцы — это аборигены, число которых в настоящее время оценивается приблизительно между 50 и 400 человек. Они отвергают, причем иногда очень агрессивно, всякие контакты с цивилизацией. Хотя Северный Сентинельский остров технически управляется Индией, правительство этой страны недавно постановило, что у него нет намерений вмешиваться в жизнь сентинельцев и их среду обитания, и что они уважают их желание, чтобы их оставили в покое. Единственная известная встреча современных людей с сентинельцами произошла в январе 2006 года, когда два рыбака случайно подплыли слишком близко к острову и были убиты аборигенами. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Также посмотрите другие видосы на моем канале. И пока!